Привет! Меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями, из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи из интересной книги». Сегодня у нас в гостях Дэйв Логан, Хэлли Фишер Райт и Джон Кинг с книгой «Лидер и племя 5 уровней корпоративной культуры». Все трое – партнеры консалтинговой компании «Калча Синг», которая специализируется на управленческом консультировании, на устройстве организации, ведении переговоров, принципах менеджмента, вот этом вот всем. И, в принципе, послушать практиков – это всегда интересно, особенно в разрезе того, что, как ни крути, первобытное берет в нас верх, и одной из самых распространенных форм организации людей в общность до сих пор является племя. Книга – интересный зеркальный ответ Джиму Коллинзу, который в своем труде «От хорошего к великому» представил миру концепцию лидеров пяти уровней. Суть сводилась к тому, что по-настоящему великую команду, оставляющую след в истории, может собрать и драйвить только лидер пятого уровня. Логан, Фишер и Кинг приготовили наш ответ Чимберлену и сформулировали пять уровней племени, с которыми предстоит общаться лидеру, и тоже говорят о том, что великую компанию, оставляющую след в истории, может создать племя пятого уровня культуры. Получается пять уровней лидера, пять уровней племени, это уже на старте 25 базовых работающих комбинаций. А если представить, что племя достаточно неоднородное и состоит из разных уровней соплеменников, что чаще всего и бывает, то на первый взгляд получается совсем каша. Но нет. Сегодня, кстати, без вина, кстати, к каше. Это чуть грустно, чуть нет, потому что обзор будет не таким приятным и легким, как обычно, но, наверное, более быстрым и продуктивным, очень на это надеюсь. Вся книга в паре предложений. Значит, мы, как это неудивительно, но продолжаем жить в племенах. Личное качество и настроение людей, составляющих то или иное племя, определяют уровень его развития и культуры. Если вы хотите, чтобы всё было хорошо, побыстрее выводите то племя, за которое вы несёте ответственность, на четвёртый, пятый уровень. Как это сделать и зачем? Давайте попробуем разобраться за 600 секунд и быстрых 10 фактов, 3 задачи. Культура племени. Культура племени — это не то, что осталось где-то там на заре зарождения цивилизации, или то, что заботливо подсовывает вам воображение, когда вы слышите слово «племя». Там палка-копалка, шкура мамонта, жизнь в пещере, ритуальные танцы у костра. Современное племя — это сообщество людей, объединённое какой-то целью, на основе которой у этого сообщества формируются задачи и нити взаимодействия между соплеменниками. Современные соплеменники — это люди, чьи номера есть в вашей телефонной книге. С кем-то из них вы контактируете дома, с другими встречаетесь на работе, с третьими проводите досуг. У каждой группы, то бишь племени, есть свой язык, манеры поведения и ценности. Хорошая новость в том, что одновременно сегодня вы можете принадлежать к нескольким племенам, а не так, как раньше, а только к одному. Так себе новость в том, что в мире существует всего 5 уровней культуры племени, и в каком бы из них вы ни находились, в каком бы племени вы ни находились, вы будете принадлежать к одному из 5 уровней культуры. Чем быстрее вы в этом разберётесь, тем быстрее вам захочется попасть на 4-5 уровень. Что это за 5 уровней субкультуры племени? В книге писатель выделяет 5 основных уровней. Первый. Участникам присуща враждебность, отчаяние и обесценивание того, что происходит вокруг них. Яркие самые представители не корпоративной культуры, но самые яркие представители этого племени, это наркоманы, алкоголики, безработные, преступники, какие-то деклассированные и антисоциальные элементы. Но если мы говорим о корпоративной культуре, то это чаще всего те, кто попал к вам случайно, по нужде. Они в общей своей массе дистракторы, их ничего там не интересует и не связывает с вашими целями или миссией. Чаще всего они и слова такого не знают, миссия. Просто потому, что им это не нужно, незачем. Их задача обеспечения своей базовой потребности по пирамиде Maslow. На втором уровне находятся люди, безропотно выполняющие свои обязанности. Они не стремятся к переменам, чем стабильнее, тем лучше. Лучше безразлично вот это ваша корпоративная жизнь, тимбилдинги и прочие все штуки. Их очень устраивает роль жертвы в схеме «ты начальник, я дурак». Ну, в общем, представители наиболее часто это чиновники мелкого уровня, какие-то исполнители, люди, предпочитающие работу на конвейерах. В них можно быть уверенным с точки зрения обычных рутинных задач, но не стоит ждать от них амбиции и инициативы. На третьем уровне находятся молодые, ну или иногда не очень молодые, успешные люди, лидеры в своих нишах. У них есть какие-то знания, у них есть талант, но самое главное, у них есть стремление. Вместе с тем нет пока еще опыта работы в команде, нет опыта лидерства. И пример наиболее частых представителей вот этого третьего уровня культуры племени, это там какие-то студенты-выпускники, победители соревнований, те, кто переходит со второго уровня на третий, но пока не может понять, где он очутился, люди с какими-то лидерскими задатками. На четвертом уровне находится человек в команде. Это вот самая командная четвертая группа. Он стремится не к личному успеху, а к всеобщему и отождествляет уже себя не со своим внутренним состоянием, а с состоянием группы, к которой он принадлежит и двигается с ней синхронно. И на пятом уровне находится группа людей, которая ориентирована на глобальные ценности. То есть, влияют ли разные уровни культуры на вашу и общую племенную продуктивность? Конечно, влияют, и об этом третий факт из книги, влияние на продуктивность. Чем сильнее команда, чем сильнее она с точки зрения уровня культуры, тем выше ее работоспособность и продуктивность. В хорошем коллективе человек, как правило, ориентируется на успешных коллег и показывает чуть более лучшие результаты, чем бы они были без этих успешных коллег. Потому что сотрудники перенимают культуру команды, и если лидер хочет сделать компанию успешной, он должен всего-то навсего развивать корпоративную культуру. По этому же принципу действуют случайные люди из первого уровня, которые попадают в еще не окрепшие племена третьего и четвертого уровней. Они там очень здорово и быстро могут отравлять атмосферу вокруг себя, постепенно как бы разлагая коллектив и доводя его до своего уровня. В этом смысле наиболее наглядным будет пример с лукошком полным красивых, спелых, сочных помидоров, в которые вы кладете одну слегка подгнившую помидорку. Стоит ли говорить, что произойдет со всем лукошком. Что делать, чтобы не оказаться в итоге с вот этим самым лукошком несъедобного месива? Помнить о том, что роль лидера и рецепт лидерства первоочереден и каким он должен быть, чтобы помочь вам избежать подобных ситуаций. Рецепт лидерства простой. Племя признает лидера в том человеке, который вывел это племя на четвертый уровень культуры. Чтобы воздействовать на представителей разных сословий, находящихся в рамках вашего племени, на уровне первом, втором и третьем, вам нужно, во-первых, работать над собой, если у вас есть задача по выводу племени на четвертый уровень. Во-вторых, находить подход к каждому члену команды, сохранять собственную позицию при этом и создавать круг своего общения из представителей четвертого и пятого уровней. Идеально, если вы найдете представителей четвертого и пятого уровня внутри уже своего племени, но чаще всего их там еще не будет. Поэтому вам нужно будет общаться в других племенах, находить этих людей и создавать из них круг своего общения для того, чтобы себя подтягивать ежедневно, ежечасно до четвертого и пятого уровня. Как только вы нейтрализуете представителей первого уровня, загрузите понятной и, что самое важно, измеряемой работой тех, кто находится на втором, и сформулируете вызовы и нетривиальные задачи третьему уровню, которая хочет продемонстрировать свои навыки, но при этом вы останетесь для них моральным авторитетом, то вот эта вся конструкция через несколько итераций раскручивающегося маховика, она вынесет вас как раз на четвертый уровень. Но об этом пока думать рано, постарайтесь хотя бы попасть на второй уровень. В этом заключается пятый факт из книги. Переход на второй уровень, свет в конце тоннеля. Быстрые факты про переход из уровня в уровень, там еще на следующем слайде будет третий и, собственно, четвертый уровень. Люди первого уровня не сопереживают интересам компании, они их не волнуют вообще. Чаще всего тут располагаются представители каких-то рабочих профессий и вообще не редкость, когда от грузчика, кладовщика или разнорабочего, или даже продавщицы в магазине, можно услышать что-то типа там, пусть лошадь думает, у нее голова большая, или мне за это не доплачивают, или на нас миллионы зарабатывает, сам палец о палец не ударил, только ездит все время, отдыхает куда-то. Это вот они и есть представители, самые яркие первого уровня племенной культуры. Для того, чтобы помочь человеку перейти на второй уровень, лидеру нужно показать, что а. можно жить лучше, б. нужно вытащить его из круга общения первого уровня, в. оказать ему какую-то поддержку ежедневную, в том смысле, чтобы он не оставался один на один со своими там переживаниями, и внедрить в перспективное окружение, то есть мало его вытащить из того круга, с кем он общается сейчас, важно еще показать ему примеры, гораздо более успешные, чем есть он сам. Весь этот путь, он похож на прохождение по уровням пирамиды Маслоу, и если, вернее, когда у вас получится разобраться с первым фундаментальным и физиологическим уровнем, то приготовьтесь поговорить о чуть более высоких материях. Важно понимать, что не все из вашего племени, если оно в таком чуть-чуть разваленном состоянии, не все перейдут на второй уровень, это нормально, кому-то, может быть, это вовсе и не надо, от таких людей нужно будет просто избавляться. Те же, кто перешел нормально на второй уровень, приготовьтесь говорить с ними о чуть более высоких материях, это будет переход на третий уровень под названием «Возьмите жизнь в свои руки». Как мы помним, представители второго уровня равнодушены и лишены амбиций, поэтому обеспечить переход на следующий этап со второго на третий можно, если вы стимулируете общение с людьми более высокого ранга, все та же история, формируете команду из участников, стремящихся к переменам, то есть вы окружаете их людьми, для которых стабильность не так важна, и поощряете межличностные отношения между коллегами за пределами работы. Тот самый тимбилдинг, вечерние посиделки, походы и какие-то прохождения лабиринтов на скорость. Лидер может помочь подчиненному похвалой на этом уровне за проделанный труд, подчеркивая сильные стороны, предоставляя краткосрочные перспективы, переключая на какие-то проекты гораздо более масштабные, и продвигая человека по карьерной лестнице. То есть тут уже речь идет не только и не столько о физиологическом уровне обеспечения загруженностью работой и заработком, сколько о чуть более высоких материях, о успехе, о глобальности, о масштабируемости и о том, чтобы вся эта история становилась образом жизни. Ну и переход на четвертый уровень, вместе мы сила. Когда вы ощущаете, что представители третьего уровня уже сами являются лидерами, это хорошая новость, но плохая в том, что они очень часто зациклены на собственных успехах. И тут важно, чтобы четвертый уровень состоялся, важно направить их усилия на развитие компании. Вы поощряете командную работу, вы акцентируете только те результаты, которые получены общими стараниями, а не индивидуальные результаты, делегируете задачи для повышения продуктивности, не микроменеджменте уже на четвертом уровне команду, и объясняете ценность. Ценность, миссия, вот это вот все происходит только на четвертом уровне, до этого момента рано еще разговаривать с людьми о таких вещах. В общем, вы стимулируете групповое общение, и задача четвертого уровня создать в племени автономные команды со своими лидерами, которые будут выполнять задачи, соревноваться друг с другом, но при этом будут пропитаны одним боевым духом, одной глобальной целью и одной миссией компании. Ну и на пятом уровне все, конечно, стремятся к благородным целям. Это отличные командные игроки, люди пятого уровня, и племя, которое состоит из людей пятого уровня, они все стремятся к корпоративным победам, работают продуктивно, стабильно, и... Ну тут речь больше идет о изменении мира, о глобальных миссиях. В общем, вы побуждаете разрабатывать общую стратегию на совещаниях, вы предоставляете свободу принимать решения, вы демонстрируете, что мир полон новых возможностей, и вы привлекаете к сложным проектам новых каких-то людей, не боитесь делегировать не только задачи, но и ответственность, и этим всем поддерживаете команду на пятом, самом высоком уровне культуры племени. При этом помните, что людям, у которых есть общие ценности, им проще взаимодействовать между собой, и для этого писатели рекомендуют создавать так называемые триады, когда вы, один человек, знакомите двух других людей со схожими интересами, и общаетесь втроем, а потом отваливаетесь, и дальше они вокруг себя тоже строят триады. Такой контакт, по мнению авторов, гораздо более перспективен, чем двухсторонний, потому что три человека, ну, славянская еще история про сообразить на троих, только в этом случае соображение на троих должно быть подкреплено какими-то общими ценностями. Ну и интересно, забавно, мечтательный факт о том, что если у вас получится, точно так же, как говорил Коллинз, что все великие, по-настоящему оставляющие след в истории компании создают лидеры пятого уровня, так вот, если у вас получится создать племя пятого уровня культуры, вам не нужно будет беспокоиться о конкуренции, потому что на пятом уровне участники сконцентрированы на возможностях, и они не обращают внимания на конкурентов, им важна не победа, а результат, они меняют мир. Ну и тут очень такой пример, я не думаю, что, вот я думаю, что Samsung, он чувствует там давление конкурентное со стороны китайцев, а условный Apple все еще не чувствует конкурентности на рынке, потому что они очень сильно впереди, как раз на вот том самом пятом уровне, они меняют мир вокруг себя, да, да простят меня владельцы андроидов и маков, это вечный спор о том, кто же все-таки главнее. Такие быстрые были 10 фактов из книги, лидер и племя пять уровней корпоративной культуры, три задачи, три задачи, как всегда записываю в букнот, это блокнот для созданного чтения, лучший подарок для любителя нонфикшн литературы, и вообще суть в том, что мы в Читай быстро любую прочитанную книгу, обязательно из нее факты какие-то записываем во что-либо, в букнот или в телефон или в тетрадку, а потом на основе этих фактов формируем задачи, то, что нужно пойти и сделать. Благодаря этому каждая прочитанная книга оставляет максимум и полезной информации, и полезных действий после себя, и я вам рекомендую делать все то же самое, если у вас нет букнота, то делайте где это удобно, а если вдруг букнот есть, то обязательно делайте в нем. Он так структурирован, чтобы было очень удобно и легко выписывать факты, а на основе фактов формулировать задачи. Мои три задачи. Определить количество племен, которым я принадлежу с профессиональной точки зрения на сегодняшний день, их состав, разницу в уровнях культуры. Второе. Составить план действий хотя бы по одному племени, по переходу с одного уровня на другой, сроки мероприятия, ожидаемый результат. И третье. Вечный коллинз и от хорошего к великому еще раз просмотреть и освежить основные тезисы в памяти о том, кто такой лидер пятого уровня и что он просто обязан делать в этом быстро меняющемся мире. Это был проект «Читай быстро» буква.инфо на этой неделе. Проверяйте скорость, подписывайтесь на канал, скорость проверяйте на буква.инфо.рапид, подписывайтесь на канал прямо здесь и сейчас, под этим видео жмите на кнопку, на колокольчик, там пишите комментарий, пальцы вверх можно ставить, вниз можно не ставить, но если хочется, то можно и поставить. Блокнот для осознанного чтения, рабочие тетради, смарт-конспекты, вот это вот все софт-скиллы, о чем мы часто говорим и думаем в рамках проекта «Читай быстро» и наш инстаграм буква.инфо. Увидимся через неделю, новый я, новый вы, какая-нибудь новая книга. Читайте книги, слушайтесь, мама, хорошего вам дня, пока.